всем привет с вами level performance и у нас четвертый очередной 4 очередной выпуск что же у нас сегодня интересненького есть в работе о чем мы вам сможем рассказать первое это у нас камара старенькая камара которая возможно уже вы где-то видели встречали у нас там в историях которые ранее выкладывались интересный уникальный можно сказать автомобиль который я уверен найдет и просто затронет сердца огромного количества людей и механик нашим дмитрий диман помашите ручкой который который сказать стареет быстрее даже этой камара в общем дмитрий у нас уже кучу всего переделал на этом автомобиле успел даже поломать там коробку поменяли конфиг перешли на другую коробку и он еще не успел сломать но активно там вот вырезает что-то наверное еще сломал и пытается сейчас починить у у у у у у у у дима я вам скажу много про maclara 720s вот вам красавец здесь у нас есть доработки по карбону топкар мы наклеили него красивую пленку чтобы все это хранилось дольше сохранял свои качества и пойдемте в задней части покажу вам выхлоп. Собственно, в задней части мы также видим следы работы ТОПКАР, выхлопная система Рестарк ЗОСТ и бискокатализаторная система Инконель. Собственно, такая малышка у нас в работе сегодня. На 14-м подъемнике у нас 992 Turbo S, это будет Stage 3, готовый комплект от немецкой компании 9FF, что радует. На турбине увеличены оба колеса, и горячая, и холодная, так что жопка нас должна перестать затыкать. Коллекторы сильно не похожи на наши, но, возможно, что-то дадут по сравнению со стоком, вы их можете наглядно посмотреть. Меняется еще интеркулер и устанавливается система впрыска водометанола. Тут мы от немецкой схемы отойдем, и туповатый контроллер с новой перформанс, который работает для нас не очень надежно, мы сменим на Cyvex, который умеет по трехмерным картам учитывать массу условий и работать именно так, как нужно в каждый конкретный момент времени. Отдельно интересный у этой машины будет выхлоп, здесь не будут пересекаться выхлопные патрубки с левой и с правой стороны, и сечение системы будет не ограничено стандартными 3 дюймами, а составит полные 89 мм без заужений, когда заслонка будет открыта в громком режиме. А здесь моя любимая платформа после Porsche, это Audi R8. Здесь у нас рубрика «Нихрена не болтон», когда ты покупаешь американский продукт, будь любезен, подготовься к тому, что пилить придется очень много, вообще не болтон. На вид все типа как заводское, но на самом деле фрезеровать пришлось. И вот этот вот красивый впускной коллектор, и интеркулеры, и его крепежи, править плоскости, в общем, классика. Если тебе отправляют что-то из Америки, готовь лобзик. Но, кстати, есть и приятные исключения. В этой машине у нас будет больше возможности держать буст вот здесь, потому что штатные коллекторы раскрываются, эффективнее будут работать интеркулеры, потому что теплообменники у нас на этой машине работают блестяще. Вода очень хорошо охлаждается, но не всегда успевает тепло воздуха забрать уже в этой секции. И для того, чтобы не переделывать вход в интеркулер, мы переделаем немного впускную магистраль, и она станет, кстати, еще короче, чем была раньше. Проект, конечно, категорически отличается от нашей боевой ламбы. Тут будут красивые бублики, но это дорожные слики. Колеса, предназначенные для продолжительного движения на очень высокой скорости, и попутно они имеют еще какой-то худобедный зацеп на дрэк-стрипе. Но архитектурно здесь стоковые мозги и в моторе, и в коробке, и в целом машина предназначена именно для повседневного использования, хотя, в принципе, мощность у них сравнима. Если здесь у нас мощность ни разу пока не выходила в реальных дорожных условиях, на реальных соревнованиях за 1450-1500 лошадей, здесь будет 1300. То есть разница совсем небольшая, но это дорожная машина, а это уже безвозвратный корч. Всем привет! На этой неделе у нас в работе Прадик. Задача очень интересная по этому автомобилю, немножко нестандартная. То есть у клиентов в гараже завалялись сидения от Porsche Panamera, которые были коричневого цвета. Мы их перешили в завод в черную натуральную кожу, чтобы интегрировать в этот автомобиль. Также мы здесь дополнительно перешили задний ряд сидений, также в натуральную кожу. И полностью перешили потолок со стойками. А дальше с этим автомобилем будут заниматься наши коллеги с тюнинга, потому что очень много электронной работы, что вот эти все заморочки, чтобы это работало, все, ну, расскажут другие люди. Ну и также в работе у нас мощный брутальный рам. Этот автомобиль брутален, этот автомобиль требует особой защиты, потому что он будет эксплуатироваться в экстремальных условиях. Мы его заклеим в толстый полиуретан абсолютно весь кузов автомобиля, каждый кузовной элемент. Сейчас я просто покажу, чтобы вы понимали, что я называю состоянием кладовки. Типа. 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 Здесь варится полная там магистраль, выхлопная система на Q8. Вот. И сроки там довольно-таки такие сжатые. Ребята имеют еще после этого там кучу работ, которые потом придется делать, поэтому активно стараются побыстрее все это закончить успех. Здесь мы поставили выхлоп, да и не полностью вся трасса, поэтому под подкатами сейчас эта машина выдается клиенту. Готова. Это Камара 69-го года, приехала к нам из США. В принципе, то, что вы видите, это нестандартный для нее вид. Стандартная машина выглядит чуть по-другому. Здесь очень много происходили работа именно по металлу, именно с внешней стороны. Это поникар, это не маслкар, как все думают, это машинка чуть поменьше, но не менее крутая. Здесь установлен большой 9-литровый двигатель. Раньше была коробка автомат, но после первых же выездов коробка просто разлетелась, она не выдержала. Соответственно, сейчас мы установили крутую механику от компании Tremec, 6-ступенчатая коробка современная. Теперь нам приходится переделать центральную тоннель, потому что раньше было под автомат, под ручку автомат, под дергалку, но сейчас там механика. Соответственно, чуть-чуть надо этот элемент доработать. Также по топливу мы чуть-чуть переделали, шланги, именно всю систему. Поставили новые свечные провода. Сделали довольно, я считаю, довольно-таки крутые, прикольные держатели под эти провода. Ну и что, в принципе, после установки механики владелец немного покатался, остался очень доволен. Машинка стала очень отзывчивой, очень бодрой. И прям вот настоящий такой true pony car. Механика, все жестко, все максимально механически. Никакого АБСа, ничего нету. В общем, крутая тема. Так что сейчас чуть-чуть, потихонечку дорабатываем, приводим в порядок, так, чтобы машина могла ездить каждый день и радовать владельца. Соответственно, внешне она останется такой, как ее задумывали изначально. Вот технически и всякие вот мелочевочки мы сделаем уже на свое усмотрение, чтобы это было прям вообще топчик. По мустангу у нас очередная часть работы электрики. Демонтаж салонной проводки полностью. И демонтаж приборной панели, всех вспомогающих выключателей, переключателей. Также демонтаж салона для доступа к багажнику, так как аккумулятор будет из-под капота переноситься в багажник. По чашу продолжается работа по изготовлению тоннелей. В данный момент это макет, непосредственно шаблоны. С основного тоннеля, то есть передняя часть, задняя часть и часть усилителя. Деланы для того, чтобы кардан был полностью поднят под подвеску, так как у нас сейчас большие колеса стоят. И в среднем положении они очень высокая машина. Дабы опустить задний мост, точнее поднять выше и поднять кардан. Мы изготовили, изготавливая новый тоннель. Собственно, BMW X5M приехала на установку выхлопной системы Акропович. Будет меняться полностью вся трасса, кроме даунпайпов. Ну, давайте все-таки пару слов про Акроповича тогда скажем. В чем же фишка? Дамы и господа, Акропович, это просто, ну, считается в мире тюнинга типа вышкой. У них всегда четко по качеству. Все стреляет, компоненты высочайшего уровня, производство отлажено. Все, каждый их выхлоп, он проверяется на заводе. Тысячу итераций всяких проходит перед тем, как они остановятся на финальной версии. Именно как будет он выглядеть, на каких компонентах собираться. Очень круто и детализировано все. Плюс, ну, титан, да, то, что делается из титана, это система, это, конечно же, вес. Это, конечно же, определенный звук. То есть, все выхлопные системы, которые изготавливаются из титана, есть такой камень преткновения. Они могут начать там звенеть. Это очень частая проблема, когда появляется вот этот звук, как раз неприятный. Его потом, чтобы решить, приходится переваривать, переделывать. Здесь же, получается, на заводе все это уже проверили. Все это уже перепробовали. И получили вот в том конфиге, какой он есть, готовый, четкий вариант. Данная система, конечно же, покупалась у нас в Level Parts. Там большое количество еще на другие модели, на Porsche, на Mercedes, на BAK. То есть, широкий ассортимент того, что уже есть в наличии, и что довольно-таки быстро к нынешней ситуации можно привести. Продолжение следует... Продолжение следует...